раппорт данного узора 10 петель я буду вязать 3 раппорта это у меня здесь набрано 30 петель плюс 2 кромочные петли и 13 рядов первый ряд первую петлю снимаем 2 петли вместе с наклоном влево правую стенку петли разворачиваем за работу вторую петлю тоже разворачиваем и провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку с наклоном влево накид лицевая накид 5 лицевых 2 петли вместе с наклоном вправо вот она правая стенка петли мы спереди вот так заходим и провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо мы провязали 1 раппорт и повторяем разворачиваем петли и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево за заднюю стенку провязали накид лицевая накид 5 лицевых 2 петли вместе с наклоном влево вот она правая стенка петли перед работаем их спереди так заходим и провязываем 2 петли вместе вот с наклоном вправо 2 раппорт и 3 раппорт 2 петли вместе повторяем снова накид лицевая накид 5 лицевых и 2 петли вместе с наклоном вправо кромочная изнаночная первый ряд провязали второй ряд и все четные ряды мы вяжем изнаночными петлями я буду вязать классикой первую петлю снимаем и провязан изнаночные я вижу классические можно вязать бабушкины но просто правая стенка петли будет разворачиваться и так вот один раз показывают тоже найти провязан изнаночной изнаночные 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 м Продолжение следует... Третий ряд. Первую петлю снимаем. Две петли вместе с наклоном влево. Разворачиваем правую стенку петли и провязываем две петли вместе с наклоном влево. Лицевая, накид, лицевая, накид, 4 лицевые. Две петли вместе с наклоном вправо. Спереди захватываем и провязываем две петли вместе с наклоном вправо. И повторяем. Две петли вместе с наклоном влево. Лицевая, накид, лицевая, накид, 4 лицевые. Две петли вместе с наклоном вправо. И повторяем. Две петли вместе с наклоном влево. Лицевая, накид, лицевая, накид, 4 лицевые. Две петли вместе с наклоном вправо. Изнаночная. Все. Вот. Провязали. И вяжем четвертый ряд. Все петли изнаночные. Итак, провязываем самостоятельно. Пятый ряд. Кромочную петлю снимаем. Две петли вместе с наклоном влево. Разворачиваем петли и провязываем две петли вместе с наклоном влево. Влево. Две лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые. Две петли вместе с наклоном вправо. Провязали. И повторяем. Это был конец раппорта. Далее начинаем второй раппорт. Разворачиваем две петли и провязываем две петли вместе с наклоном влево. Две лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые и две петли вместе с наклоном вправо. И кромочная изнаночная. Шестой ряд вяжем по узору. Две петли вместе с наклоном вправо. Две петли вместе с наклоном вправо. И кромочная изнаночная. был 5 6 ряд вяжем по узору 7 ряд первую петлю снимаем 2 петли вместе с наклоном влево 3 лицевые накид лицевая накид 2 лицевые и 2 петли вместе с наклоном вправо вот это был первый раппорт 2 петли вместе с наклоном влево 3 лицевые накид лицевая накид 2 лицевые и 2 петли вместе за переднюю стенку с наклоном вправо это второй раппорт и последний раппорт 2 петли вместе с наклоном влево 3 лицевые накид лицевая накид 2 лицевые и 2 петли вместе с наклоном вправо изнаночной это был седьмой ряд 8 ряд вяжем все петли изнаночные 9 ряд кромочную петлю снимаем 2 петли вместе с наклоном влево 4 лицевые накид лицевая накид лицевая и 2 петли вместе с наклоном вправо вот это у нас раппорт узора и далее повторяем 2 петли вместе с наклоном влево провязали 4 лицевые накид лицевая накид лицевая и 2 петли вместе с наклоном вправо провязали и повторяем 3 раппорт 2 петли вместе с наклоном влево 4 лицевые накид лицевая накид лицевая и 2 петли вместе с наклоном вправо изнаночная 10 ряд вяжем все петли изнаночные 11 ряд первую петлю снимаем 2 петли вместе с наклоном влево 5 лицевых накид лицевая накид лицевых накид лицевых накид лицевая и 2 петли вместе с наклоном вправо вот он у нас раппорт узора далее повторяем 2 петли вместе с наклоном влево 5 лицевых накид лицевая накид и 2 петли вместе с наклоном вправо 2 раппорт и повторяем 3 раппорт 2 петли вместе с наклоном влево 5 лицевых накид лицевая накид и 2 петли вместе с наклоном вправо изнаночной это был 11 ряд 12 ряд все петли изнаночные и 13 заключительный ряд он вяжется все петли изнаночные первые снимаем и провязываем все петли изнаночные вот разворачиваем вязание и весь ряд вяжем также и смотрите я провязала 3 раппорта вот 1 2 и 3 раппорт и вот такой вот красивый узор у меня получился это связано из полушерсти если связать из хлопковой пряжи мне кажется очень красивая такое нарядное платье будет стенд с данной вот таким с данной юбочкой можно какую-нибудь ажурную кофточку связать с таким красивым узором какую-то весеннюю шапочку смотрите какой красивый край получился волнистый у этого узора я думаю очень красиво будет смотреться в любых изделиях поэтому жду ваши комментарии напишите чтобы вы связали данным узором он очень красиво смотрится давайте я покажу вот если вязать снизу вверх если его да и вот перевернутом виде потому что вдруг кто-то будет вязать сверху вниз не снизу вверх и вот так он будет смотреться есть перевернуть конечно это и уже не то а вот таким вот образом как такие вот перышки мне кажется да очень красивый узорчик жду ваши комментарии лайки и всем пока пока до новых встреч на моем канале